Вот, итак, еще раз, как говорится, теперь официально всем здравствуйте. О чем сегодня поговорим? Я сегодня хочу сделать такую микровыжимку из двух модулей новой версии ITIL. Это модулей Direct Plan and Improve, направляй, планируй, улучшай, и Drive Stakeholder Value, управляй ценностью для вовлеченных сторон, для стейкхолдеров. Что объединяет? Это выжимка, ну, помимо, естественно, там, некоего обзора инструментов, работу с метриками. Для того, чтобы чем-то управлять, надо измерять. Да, старая такая управленческая мудрость, если ты не можешь измерять, значит, ты не можешь этим и управлять. Хотя, естественно, каждый из этих модулей имеет свои цели, направлен на определенный род деятельности, там, Direct Plan and Improve направлен на такую чисто управленческую деятельность, на организацию работы, IT-сервисной организации, подразделения, управление ценностью вовлеченных сторон. Это, скорее, такой Customer Johnny, да, вот построение путешествия пользователя. Причем, что, вот, кстати, очень грамотно Vitell сделали, это не такой вот CJ, как его сейчас, к сожалению, очень часто трактуют, а это именно полноценное взаимодействие двустороннее и со стороны, естественно, провайдера услуги, и со стороны заказчика. Но в любом случае, что объединяет, объединяет необходимость измерения, измерения работы сервисной организации, измерения вот той самой ценности для заказчика, ценности для самой сервисной организации. И вот вокруг этого построим семинар, ну и заодно, естественно, немножко расскажу об обоих этих модулях, которые вот буквально там через течение ближайшего месяца будут. Ну, с кем мы еще не знакомы, я вот так коротко представлюсь. Меня зовут Данил Динцес, я в IT, я, в общем-то, всю, скажем так, профессиональную карьеру, с IT-сервис-менеджмент и все, что вокруг и внутри него портфельный менеджмент, продуктовый менеджмент. Занимаюсь порядка 15 лет, проект, ну, проектный, естественно, да. Я участвовал как внешний, как это называется, ревьюер, да, ну, рецензент, не рецензент, как это лучше перевести при подготовке четвертой версии ITIL в частности. Участвовал как один из привлеченных с автора, вот как раз курса DPI. Вот поэтому, ну, в общем, вроде бы немножко в теме, немножко в теме, ну, это вот так, что касается знакомства. И обратите внимание, кстати, на контакты, особенно на вот эту последнюю ссылочку. Это телеграмовский чат как раз выпускников специалиста именно вот по тематике IT-сервис-менеджмента. Ну, это такая вот закрытая ссылка присоединиться, там на сайте потом посмотрите, по ней можно будет кликнуть, я понимаю, что набирать ее не очень удобно. Вот, ну, вот присоединяйтесь, как раз тоже обсуждаем какие-то вопросы. Вот, ну, собственно, давайте приступим. Я думаю, что все-таки уже почти два года прошло, как начался выпуск четвертой Айтила, да, это начали представлять его так публично, официально, конец февраля, начало марта 2019 года, да, сейчас уже вот конец 20-го, как раз вот в конце сентября 20-го года завершился выпуск, завершился выпуск полностью Айзил 4.0, все обещанные публикации вышли. Естественно, там будут обновления, расширения, ну, как будут базовые публикации, курсы все вышли, система ясна, понятна, я думаю, что очень многие вот, вижу, присоединялись, кто, в общем, указал полностью имена, фамилии, вижу, много уже коллег, с кем уже общались, там базовый курс идет давно. Тем не менее, напомню, что в базовой концепции четверки. Семь так называемых руководящих принципов, такой своего рода как чек-лист, четыре так называемых измерения, ну, так себе термин, ну, как назвали, dimensions, да, управление услугами, система ценностей, практики непрерывного улучшения, ну, собственно, вот сама система, сама система сертификации. Я вот в начале, когда говорил, сказал, что мы с вами сегодня затронем некую пересекающуюся часть модулей, ну, как пересекающуюся, естественно, в каждом модуле метрики свои, поскольку цели разные, да, ну, естественно, метрики есть. Это вот как раз управление ценностью для вовлеченных сторон, Drive Stakeholder Value, это модуль линейки управляющий профессионал, вот, и модуль «Направляй, планируй, улучшай, Direct Plan Improve», который входит в обе сертификационные линейки и управляющего профессионала, и стратегического лидера IT. Ну, вот как раз когда я сказал, что в сентябре завершили выпуск основных публикаций ITIL, это как раз был выпуск вот этого модуля, Digital IT Strategy, вот, так что тоже он вскоре уже и у нас появится, как говорится, следите за анонсами. Вот, ну, а мы сегодня про вот эти два поговорим, да, вот про этот и про вот этот. Коротко, буквально напомню, основные руководящие принципы, я не буду их читать, на экране видите, их нужно воспринимать как чек-лист при планировании действий. Вот самых вот, что называются, таких прикладных, вот задаваться буквально вопросом, а надо ли нам это делать, ведет ли это к чему-то полезному, действуем ли мы рационально, учитываем ли мы прочие факторы, получаем ли мы обратную связь. Это вот ни в коем случае не нужно воспринимать как, знаете, ну, фраза, конечно, такая немножко пропагандистская, да, там, руководящие принципы, да, такая звучит, что аж в зубах иногда вязнет. Но по сути это очень хороший прикладной инструмент, такой самопроверки, насколько ты вообще рационально действуешь. Концепция цепочек создания ценностей. Следующий вопрос, это концепция, которая, в общем-то, пришла из бережливого управления и состоит в том, чтобы как раз для каждого вида деятельности, для создания новых услуг, для обновления услуг, для решения инцидентов, для обслуживания сервисных запросов формировать не просто регламенты обслуживания, чем понятие регламент отличается от спочки создания ценности. По сути, спочка создания ценности – это тоже некая последовательность действий, то есть там регламент, алгоритм, блок-схема действий. Но само название подчеркивает, что это не просто регламент, а эта деятельность должна обязательно вести к чему-то полезному для заказчика, а не просто потому, что так вот принято. И так какой-то там документ написан. И второе, это тоже пришло из бережливого управления, это то, что не просто вся вот эта деятельность, опять же повторюсь, будь то решение инцидента или будь то создание абсолютно новой услуги, должны вести к чему-то полезному, но и каждый шаг вот в этой цепочке или в этом регламенте, он должен быть сам по себе нужен и исполняться рационально, то есть эффективно, экономично в соответствии с затратами. Но, собственно, вот тут мы как раз и видим ценность, анализ затрат, анализ рациональности, эффективности, то есть да, мы действительно не можем здесь обойтись ни в какой деятельности без измерений и того, как выстраивать эти измерения, что, собственно, как раз и является нашей основной сегодня темой. Ну и, собственно, как выстраивать? Классическая декомпозиция целей. Да, если кто-то думал, что, ох, Айтил сейчас нам что-то скажет такое, что никто не знал, а это будет откровением. Нет, Айтил, как всегда, это такой структурированный здравый смысл, управление по метрикам. Идет от чего? От стратегического видения. Да, естественно, как бы в очередной раз не звучало банально, Айтил стало настолько уже мультифактором, что проникло везде, и Айтил действительно должно, как это говорится, сопоставляться со стратегией. Поэтому идем, естественно, в стратегических метрик компании. Выстраиваем целевые метрики, сопоставляем с фактическими показателями, и на основе этого уже, естественно, можно планировать корректирующие воздействия. Ну вот, как раз давайте посмотрим, как можно вот такую глобальную структуру раскручивать. Понятие воронки метрик тоже, наверное, не очень новое. Кто уже более-менее какое-то там длительное время в управлении, вы, наверное, сталкивались с этим, есть индикатор. Что такое индикатор? Это какие-то параметры, показатели, которые мы хотим измерять. Вот, собственно говоря, это является, ответ на вопрос, что измерять, всегда является основным. Вот мы начались, опять на слайд назад. Естественно, для стратегии свои метрики, для потребителей индикаторы свои будут, для пользователей свои, для IT-команды свои. Вот как их увязать? Само понятие метрик. Метрика – это те целевые значения, иногда это пороговые значения, иногда буквально целевые, которые мы должны достичь для того, чтобы мы могли отследить достижение цели, соответствие результату или прогресс в направлении правильного результата. Ну, собственное измерение, понятно, это проведение измерений, сравнение их с метрикой. Вот здесь, собственно, начинается самый основной вопрос, на котором очень часто мы спотыкаемся, потому что, ну, действительно, на разных уровнях разные цели. Значит, это будут разные индикаторы, значит, разные метрики. Так их сопоставить, как их сопоставить. Вот здесь мы, давайте посмотрим сразу, ну, скажем так, с нескольких, с нескольких сторон, ну, с двух, если быть совсем точным. Про декомпозицию мы сказали, и как раз декомпозиции, про декомпозицию мы поговорим буквально через несколько слайдов наиболее подробно. А пока я бы хотел остановиться на втором аспекте, который мы очень детально сейчас рассматривать не будем, но мы его рассматриваем достаточно детально в базовом курсе. Мы его будем рассматривать как раз детально вот в DPI-модуле. Это система сбалансированных показателей. Понятие системы сбалансированных показателей тоже, в свою очередь, двумерно. Такое ветвление у нас происходит. Что значит двумерно? То есть, с одной стороны, которая как раз сейчас нас интересует, понятие сбалансированные показатели относится как раз к тому, что нам необходимо сбалансировать показатели текущей работы. О чем может идти речь? Количество решенных инцидентов, очередь инцидентов, доля инцидентов решенных, скажем, в соответствии с SLA, разбивки по приоритетам. А вот, кстати, сразу же вопрос такой можете в чате ответить. А вот этот показатель, который наверняка всем хорошо известен, скажем, доля инцидентов, решенных в соответствии с SLA, вы бы отнесли к показателям, которые кому интересны? Это показатели какого уровня, вот если так посмотреть? Какого уровня это показатель? Как бы вы это оценили? Вот с вашей точки зрения, из вашего опыта. Если мы сейчас будем говорить, как сбалансировать показатель? Работы персонала, работы подразделения, показатели процесса рабочего, показатели услуги, показатели бизнес-подразделения, а показатели в конечном итоге достижения каких-то стратегических целей компании. Вот к чему бы вы отнесли, не стесняйтесь, я смотрю, на чат пока как-то неактивно. К чему бы вы отнесли такой показатель, как доля инцидентов, решенных в соответствии с SLA, вот в этом ряду? На каком он находится уровне? Кому этот показатель интересен? Кому он полезен? Показатель услуги? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени да. В какой-то степени. А для кого он в первую очередь представляет интерес этот показатель? Так, если мы попробуем начать разбираться. Для кого этот показатель представляет интерес? Это бизнес-результат. Менеджмента такого? Вот, Евгения, вы пишете менеджмента, спасибо. Какого менеджмента? Бизнес или IT? Это бизнес-результат? Вот давайте я упрощу даже вопрос. Или это индикатор деятельности? Да, вы пишете для IT, согласен. Вот этот показатель, это только показатель. Да, Петр, спасибо, Александр. Да, это показатель эффективности деятельности IT, не более того. Не более того. Это индикатор деятельности, совершенно верно. Это пример индикатора деятельности. То есть это показатель, ну, не самого начального уровня, конечно, не самого. Но, в общем-то, ближе к начальному. А вот давайте встречно, не встречно, а в продолжении такой еще вопрос. А как вы считаете, а почему этот показатель не особенно полезен, доля инцидентов, решенных в соответствии с СССР? Почему этот показатель не особенно интересен бизнес-менеджменту? Вот вы правы, кто написали, что это показатель IT-менеджмента. Почему он бизнес-менеджменту не особо интересен? Конечно, это не бизнес-цель. А можете пример бизнес-цели привести? Можете привести пример бизнес-цели? В своем. Для своей, например, области. Ну, доля рынка – это уже прибыль, доля рынка – это уже что-то стратегическое. Это вы с одной стороны правы, с другой, ну, наверное, вы уже перепрыгнули. Вот как раз смотрите. Да, вот мы как раз с вами обсуждая. Вот. Доля инцидента, время, за которое решена заявка – это показатели IT-команды. Это показатели IT-команды. А показатели бизнес-подразделения, какие будут? Какие будут показатели бизнеса? Например, да, количество сделок за период. Точно. Количество сделок за период. Да. Совершенно верно. Да, и согласен, вот, коллеги, кто пишете, что доля инцидентов, решенных своевременно, она… Ценность-то услуги напрямую не определяет. Это важная метрика. Я не хочу ее принизить. Нет, но в глазах заказчика что важно? Важно действительно, например, сколько сделок совершено за период, какой доход получен или какое количество новых клиентов получено за период времени. Совершенно верно. А вот теперь давайте увяжем вот эти бизнес-метрики с нашей метрикой командной. С временем решения инцидента. С долей инцидентов, решенных в рамках SLA. Как доля инцидентов, решенных в рамках SLA, как время решения инцидента влияет на количество сделок, на сумму дохода, на количество новых клиентов? Как оно влияет? Каким образом? Вот давайте тоже совместными усилиями. Ну, косвенно, господин или госпожа юзер, это, конечно, правильно, но это очень общо. Но если, ну, SLA по сделкам, наверное, не существует, SLA по сделкам не существует. Но, SLA есть почему, скажем, по CRM-системе, да, SLA есть по CRM-системе. Ну, Галина, вы пишете, доступность услуги или сервиса. Да, это тоже метрика, кстати, кого? Это тоже метрика команды. Это тоже метрика команды. Это тоже метрика команды. Это не метрика бизнес-подразделений. И, в принципе, да, вы подводите к совершенно правильной мысли. Вы подводите к совершенно правильной мысли. Какое? Что? Если инциденты решаются или вообще наступают, что такое инцидент с точки зрения пользователя? Инцидент с точки зрения пользователя означает, что пользователь не может в течение какого-то времени выполнять свои обязанности. Например, да, совершать сделки. Значит, действительно, если не выполняются метрики SLA по SLA, не выполняются метрики по доступности, это может привести к снижению бизнес-показателей. И тогда уже на уровне компании, да, действительно, опосредованно влиять, опосредованно влиять на достижение уже стратегических целей, которые вот там вышло совершенно правильно писали. Доля рынка, прибыльность и так далее. Да, это, естественно, повышает риски там снижения лояльности клиента. Да, совершенно верно. Вот, собственно, видите, мы с вами на таком совершенно понятном очевидном примере, вот в экспресс, да, в таком взаимодействии в чате набросали, как мы метрики команды можем связать с метриками подразделения и, да, перейти на уровень компании. Понятно, что на самом базовом уровне это метрики вообще индивидуальные сотрудников. Они, конечно, тоже должны присутствовать, но они никогда не будут превалирующими, потому что, конечно, более важна что? Командная работа. Более важна командная работа. Давайте теперь расширим вот этот охват, да, связку мы с вами проговорили, давайте теперь немножко расширим охват, а что вообще можно и нужно измерять, что можно и нужно измерять. Я предположу, что, наверное, многие из вас слышали такое понятие, оно сейчас очень популярно, особенно, когда оно стало приходить из Agile методик, как сдвиг влево, да, Shift Left. Но, по сути, это не Agile-овское понятие, это тоже понятие, которое пришло очень давно из производственной системы Toyota, то есть тоже, естественно, связано с бережливым производством. Что это означает? И стараться начинать измерять как можно раньше. Если мы измерили уже, вот, допустим, ту же доступность сервиса, вот, кстати, кто там, Галина, по-моему, предложила хороший пример, фактически достигнутая доступность сервиса, раньше это называлось немножко более жестким термином, и мне, честно говоря, лучше, больше нравится, это посмертный анализ. Да, есть такой термин, Post Mortem Analyze, посмертный анализ. Ну, а вот уже такая доступность есть. Вот уже такие инциденты произошли, настолько-то сервис прерывался. То есть, да, это, конечно, важно, но это уже, вот, уже ничего с этим сделать нельзя. Поэтому необходимо стараться начинать измерять, находить вот те самые индикаторы, которые можно померить как можно раньше, чтобы у нас оставалось время и возможность для внесения корректировок. Поэтому у нас здесь на первом месте что? Метрики прогресса текущего. То есть, как идет работа, насколько она эффективна, производительна. Тогда мы можем начинать реагировать раньше, не доводя до недоступности или до деградации, вот о чем вы сейчас в чате пишете. Ведь даже взять, если не полную недоступность услуги, взять деградацию, взять неудовлетворенность пользователей. В силу чего они хуже работают, хотя технически, может быть, сервис по-прежнему вполне работоспособен. Если мы это отследим раньше, мы не допустим деградации, мы заранее подключим новые мощности, мы, возможно, заранее с пользователями обсудим какие-то улучшения, ну, в том же интерфейсе, предположим, для простоты. Чтобы им было удобнее работать, чтобы не падала их производительность. И вот, собственно, а эти вот, в этой нашей, пока еще будем говорить, давайте, новой версии, да, он как раз выстраивает вот такую сквозную увязку от внутреннего качества услуги, в том числе, учитывая удовлетворенность, причем, заметьте, вот это тоже очень интересная вещь, она тоже сейчас, конечно, очень популярна, нельзя сказать, что ее там прямо вот изобрели. Отслеживать удовлетворенность сначала не только пользователей, а еще сдвинуть раньше, да. Смотрите, где у нас Customer Satisfaction, вот насколько влево сдвинуто Satisfaction, удовлетворенность кого? Сотрудников. Почему? Сотрудник, разработчик, тестировщик, аналитик недоволен, выполняет свою работу по принципу от сих до сих, уже риски, что что-то будет пропущено, сделано не оптимально, а просто, ну, сделано, лишь бы было сделано. Это не то, что иногда думают, ну, это может быть так, немножко заочная полемика, зачем измерять, там, это какие-то там фантазии, измерение лояльности сотрудников, их удовлетворенности, они же получают зарплату, получают, но если они удовлетворены, то есть, что человек перестает вовлекаться, человек перестает думать, а это повышает риски качества самой услуги. И вот в четверке нам предлагают подумать и построить вот такую табличку. Смотрите, я, ну, она такая достаточно ширная, я ее растянул на несколько слайдов, как раз давайте мы с вами сейчас и посмотрим. Как раз снизу вверх, я вот здесь напомню сначала, да, вот эти два термина, которые очень активно используются в ITIL, которые не имеют такого односложного перевода на русский, те, точнее, имеют, но это перевод одинаковый, да, output и outcome на русский, и так, и так переводится, и то, и то переводится как что-то, результат, да, но outcome, если мы вспомним, это результат какой-то технический, то есть вот та самая доступность, да, например, а outcome – это результат как раз с точки зрения заказчика. И вот если мы посмотрим, а мы сейчас пройдем по этой табличке подряд, вы видите, мы начинаем откуда? С производительности ресурсов, то есть буквально с людей, исполняющих задач до стратегических целей прибыльности, снижения рисков компаний. Ну, давайте посмотрим. Итак, базовый уровень – это действительно текущие задачи должны выполняться. Прибыль сама по себе ниоткуда не берется, да. Для этого все сотрудники должны выполнять какие-то задачи. Какие-то примеры здесь приведены, ну, понятно, что это не более чем пример. Это задача на устранение инцидента, задача на консультацию пользователя, задача на создание или там группа задач на создание новой фичи и так далее. Соответственно, это локальные метрики задач. Время отклика на заявку пользователя, время разрешения инцидента, соблюдение сроков, там, согласованных реализации задач. Но сами по себе действительно никакие задачи не интересны. Я, там, несколькими минутами раньше сказал, что метрики работы отдельных сотрудников, они, конечно, есть, но они никогда не могут превалировать. Они всегда, как бы, с меньшим идут весом. В чем? Потому что, естественно, важны показатели какие-то общие, ближайшие такой, низовой общий показатель – это работа IT-ресурса, IT-продукта. Вот здесь единственное напомню, посмотрите, различие в IT-термина IT-продукт, IT-ресурс, IT-услуга. Ресурс – это что? Что-то чисто техническое, да, там, сервер, программное обеспечение. Продукт – это что? Это вся совокупность сконфигурированных ресурсов. Сетевые ресурсы, рабочие станции, серверное программное обеспечение, локальное программное обеспечение, право доступа настроены. Это все вместе продукт. Но продукт должен быть не просто сконфигурирован, он должен поддерживаться, улучшаться, сопровождаться, и тогда это все объединяется уже понятием «услуга». Первый индикатор – это что? Производительность, работоспособность, ресурс, продукт. Вот здесь как раз, вот они, эти метрики, о которых вы стали упоминать с самого начала. Да, действительно, вот эти базовые метрики, они уже всем, в общем-то, известны. Mean Time Restor Service – гарантированное время восстановления услуги. Среднее время между отказами, какие-то иные специфичные для той или иной услуги, количество транзакций, количество пользователей и так далее. Вадим, да, специалисты – это тоже ресурс, да. Специалисты – это тоже ресурс, конечно. Говорится, старая циничная мудрость. С точки зрения ресурса, администратор сервера ничем не отличается от того сервера, который он администрировал. Именно как ресурс. Как человек, которого надо вовлекать, конечно, отличается. Следующий тюрь – это вот как раз то, что вот эти ресурсы, объединенные, сконфигурированные в продукты, они не просто работают технически, они создают какую-то полезность, более того, они работоспособны, ну, банально вот даже то, что там на тех же курсах всегда говорится. Вы сконфигурировали, не знаю, там, пусть 1С, бухгалтерия. Всем так или иначе известно. Этого же недостаточно. Там же нужно обновление устанавливать, подключать новых пользователей, консультировать, инциденты решать. Вот только тогда этот продукт станет чем? Полезным для заказчика и станет услугой. И тогда эту услугу смогут эксплуатировать, тогда эту услугу смогут эксплуатировать гуггалтера, юристы, сотрудники отдела продаж, чтобы контролировать и мониторить, скажем, поступление средств тех самых клиентов существующих и новых и реализовывать уже что? Свои задачи. Вот здесь мы как раз выходим, собственно, что мы и видим на этом слайде. Следующий, это какой у нас уже? Четвертый уровень. Это производительность потребителя. Когда услуга, она же интересна, действительно не сама по себе, а именно как часть своего рабочего процесса. Ну вот, Сергей, вы пишите, а что за рекламное агентство какое-то, не знаю, product placement? Понимаете, это очень общий вопрос. Предложите свои примеры. Как бы так, заочной. Я даже не знаю, о каком-то рекламном агентстве идет речь, что вы мне предлагаете дать для него метрики. Для того, чтобы дать метрики, нужно понимать в первую очередь, не то, чтобы дать метрики, тоже фраза плохая, для того, чтобы установить, разработать метрики, нужно понимать, каковы цели компании, к которой мы, собственно, сейчас и подберемся. Скажем, ну вот здесь хороший данный пример, на самом деле, в самом модуле Айтела приведено работа кассы. Какой показатель у кассы? Ну вот мы все так или иначе, покупатели в супермаркете, в магазинах. Какой, как вы думаете, показатель у кассы? У кассира. Давайте такой возьмем пример, который понятен всем, по крайней мере, со стороны обычного покупателя. Как вы думаете, какой параметр у кассы? Выручка, да? Объем выручки там. Не, контроль прибыли, я вас умоляю, на кассе. Да нет, ну что ли. Это, как и уровнем, это другое подразделение. Выручка, конечно, может быть, количество чеков в час. Да, в конце концов, действительно, кассир не может нести ответственность за то, что там покупатель к себе в корзину положил товаров много или мало, или эти товары дорогие или дешевые. Да, вот количество чеков в час, я, например, готов согласиться. Да, выручка, количество чеков в час. Какое отношение? Айти, услуга, обеспечение работоспособности к кассе помогает. То, что касса работает, то, что туда подгружаются данные там о штрих-кодах товаров, что их можно сканировать, данные о стоимости этих товаров. И в результате, да, эти чеки могут, ну как говорится, пробиваться, учитывая, что там еще и сейчас налоговые требования сохранятся, фискальные и так далее. Да, кстати, скорость обработки чека, да. Да, согласен. То есть, действительно, производительность вот кассира, с которыми мы там сталкиваемся регулярно, иногда, может, даже там несколько раз в день, она зависит от производительности услуги. Производительность услуги не интересует этого кассира сама по себе, она интересует только как помощь в решении рабочих заданий. Ну, не буду говорить про другой пример, который здесь на Майтилл приводит, кредитный скоринг, просто, ну, с кредитным скорингом я не уверен, что прямо уж все так сталкивались, он может как раз тоже быть, как и тот предложенный пример с неким рекламным агентством, не всем понятен, да. А с кассой сталкиваемся, вот как раз. Тогда идем дальше. Следующий. Стратегические результаты для потребителя. Здесь тоже давайте немножко сначала разберемся, расшифруем, что значит стратегические результаты для потребителя. Потребитель, консюмер, это кто? Тот, кто непосредственно потребляет услуги. Ну, если мы говорим на уровне компаний, да, не там массовый рынок, на массовом рынке, там понятно, на уровне компаний, это может быть что? Например, подразделение, бухгалтерия как подразделение, маркетинговый департамент как подразделение, там какой-то цех на производстве как подразделение и так далее. И вот у этого подразделения есть свои задачи, свои цели. Соответственно, если продолжить тот же пример с ритейлом, что будет подразделением? Конкретная точка продаж, например, конкретный магазин, да. Возьмем какую-то торговую сеть, не хочу никого называть, меня то, что в продакт-плейсменте объявят. Есть некая там торговая сеть Z, у которой там, не знаю, тысячи магазинов, вот каждый магазин это что? Это потребитель, например, да. У этого магазина есть свои цели. Соответственно, работа кассира, там же у нас будут не только кассиры, там будет склад, там будет работа, зала, вот то, что называется, там мерчендайзинг, да, вот эта раскладка, ну даже это более сложно, работа с товарами. То есть результаты потребителя обеспечивает, скорее всего, уже ни одна услуга, ни один сервис, а их комплекс. И там уже будут свои метрики, это уже будет не скорость обработки чека, количество чеков в час, а более интегральные методы. Вот тут уже будет, как раз, что выручка, скорее выручка, вот действительно уже сюда уйдет, на уровень этого магазина. На уровне магазина может быть уже понятие прибыльности отдельного магазина, оборачиваемости и так далее. И уже следующий уровень, уже именно стратегический уровень компании в целом, это уже, да, прибыльность и минимизация рисков. Ну, честно скажу, я не знаю, и это вообще на самом деле довольно любопытный вопрос, который, если будет возможность, надо обсудить с представителями вендоров, почему прибыльность и риски вот так разделили, в конце концов, минимизация рисков как угроз, это тоже один из факторов повышения прибыльности. Но здесь они рассматриваются как действительно два таких, скажем, одноранговых показателя. И это уже действительно работа на уровне возврата инвестиций, нормы прибыльности и так далее. Это вот как раз уже эти самые типичные, классические, стратегические показатели. Соответственно, идя вот стратегических показателей, мы можем построить вот такую систему, не просто можем, а должны построить вот такую систему метрик, должны построить систему метрик вплоть до отдельного сотрудника. Ну, если быть совсем точным, конечно, не индивидуально сотрудника, а как какой-то роли, должности, должностной позиции. Ну, давайте посмотрим несколько примеров возможных. Давайте посмотрим несколько возможных примеров. Ну, в частности, что такое work in progress, да? Знаете, такую метрику тоже пришла из набережливого производства, из канбана. Это поиск чего? Бутылочных метрик, которая позволяет нам искать бутылочные горлышки. Это как раз одна из вот таких метрик, которые сдвигают влево на как можно раньше, да? Где у нас бутылочные горлышки в нашем производственном процессе? Сколько может пройти через наш производственный конвейер? Какое количество задач? Вот время цикла одной задачи, возраст пунктов в бэклоге. Ну, да, действительно, это уже на самом деле важно и как показатель команды, и в то же время как, ну, по крайней мере, метрика удовлетворяется, одна из метрик, влияющих на удовлетворенность клиента. Если его запросы, задачи, ну, да, довольно очевидно, если будет слишком долго задерживаться в бэклоге, в ожидании, вряд ли клиент будет счастлив и, в конце концов, это действительно приведет к потере эффективности работы именно как потребителя. Ну, что-то не сделано, значит, ну, чеки, количество чеков меньше проходит, приходится держать больше кассиров, меньше прибыльности. Кстати, вполне так, да? Вот даже если обратили внимание, посмотрите, последние там буквально два, ну, три, может, года, насколько массово, если говорить о том же ритейле, стали внедряться кассы самообслуживания. Это же тоже удовлетворенность клиентов. С одной стороны, это снижение операционных затрат, меньше кассиров, больше пропускная способность. Представляете, есть такой пункт для визбэклог. И вот тут мы как раз подходим к чему? К метрикам клиентским, которые описывают как раз полезность, гарантию использования, пользовательский опыт. Такие метрики, чем можно измерить? Много различных, естественно, вариантов, но один из этого, который сейчас очень, кстати, активно используется, это так называемый индекс довольного или восторженного клиента. Такой классической модели он выражается в 10-ти бальной шкале, но здесь даже, на счет, 11-ти бальную от нуля привели, но это уж так. Немножко перебора. Что это за шкала? Это такая шкала субъективной оценки, субъективной оценки, когда клиенту задается гипотетический вопрос. Вы, кстати, тоже имеете в виду, потому что иногда этот вопрос как-то расценивают недружественно, как предложение прямой рекламы. Нет, это гипотетический вопрос. Готовы ли вы, как клиент, если у вас спросят порекомендовать наш сервис? Вот здесь очень интересная шкала. Если клиент гипотетически готов порекомендовать сервис, это только два высших балла. 9-10, так называемые сторонники продукта, ну или как вот здесь названы промоутер. Кому такая высокая точка отсечения? Проводились различные исследования, но я вот предлагаю просто подумайте. Да, Net Present Score, да. Net Promoter Score, Net Promoter Score, да, совершенно верно, NPS, он же самый, да, это именно он и есть. Вот подумайте просто про себя, вот вам задали такой гипотетический вопрос, когда вы ответите, что да, готов порекомендовать? Ну, если вы действительно очень доволен, если хоть чуть-чуть засомневались, то, возможно, вы не возьмете на себя ответственность, если у вас даже гипотетический спрос, вы скажете, ну да, вы скажете, ну и что, вроде сработали, нормально, да, да, не все нормально. Вот если про сервис сказали, ну вроде как, да, ну вроде все нормально, согласитесь, это не очень рекомендация, ну как бы это не обругали, но и не рекомендовали. И вот такая вот рекомендация, она классифицируется как пассивная, да, а все, что ниже, это уже, значит, не готовы по рекомендации, уже что-то явно не понравилось, вот слегка не понравилось, ну типа, ну да, нормально, ничего особенного, да, да, к ним вообще ни ногой никогда и ни в коем случае, да. Ну вот, такие, казалось бы, полярные, да, нормально и никогда к ним ногой объединены, не порекомендуйте. То есть, например, для меня, как для поставщика услуги, то единица, что шестерка, это одно и то же, меня не порекомендуйте. И вот этим всем баллам в конечном-то итоге присваивается одно единственное значение, минус единица, то есть это отрицательно, это люди, которые будут отпугивать от нас клиентов. А плюс единица ставится только сюда. Только они порекомендуют. То есть, когда мы говорим вот этот более известный термин сарафанное радио, это на самом же деле можно назвать по-другому индекс сарафанного радио, да, вот только девятка и десятка порекомендуют. Эти, нет, это так, нейтрально, ноль. И вот, естественно, чем вышел этот индекс, то есть чем сумма единиц выше, чем, понятно, это минус единиц, тем, естественно, сервис субъективно лучше, то есть придет больше клиентов, будет, можно, ну, скажем так, появляется возможность, это, конечно, не гарантия, но появляется возможность занять большую долю рынка, то есть этот индекс, как одна из метрик, которые действительно достаточно наглядно показывают стратегические цели. это не сама по себе стратегическая цель, но это индикатор, который со стратегическими целями достаточно тесно связан. Вот на так, трех-четырех примерах, какие метрики, как выстраивать вот эту иерархическую систему метрик, рекомендует Айд. Ну, вот, собственно, об этом и, в общем, о многом другом мы как раз будем говорить на вот этих двух курсах, вот, если позволите, я так, да, сейчас в завершении немножко расскажу, потому что, конечно, оба эти курса, они посвящены далеко не только метрикам, да, Direct Plan Improve, он посвящен в целом организации управления IT, как выстраивать портфели проектов, стратегию IT, портфели услуг, строить сервисные соглашения, вот, как раз соглашения с учетом вот таких факторов удовлетворенности, реализовывать их, и Drive Stakeholder Value, управление ценностью для IT-услуг, это вот именно как выстраивать взаимоотношения между заказчиком и потребителем, подчеркиваю, именно между, это не дорога с односторонним движением, да, если вы даже вспомните базовый IT, четверки прям подчеркиваются, что ценность создается как, ценность создается совместно, ну, естественно, каждый из этих модулей, он ведет, готовит к соответствующему своему экзамену, вот, кстати, насчет экзаменов хочу напомнить, тут интересная информация, но она уже не очень свежая, она идет с сентября, вы, может кто-то не слышал, Axelos, как вендор, продолжает поддерживать и сертификацию по третьей версии, и сертификацию по четверке, сертификация по тройке по-прежнему доступна, чем она может быть интересна, если кто-то уже по тройке путь продолжает, там можно набрать 17 кредитов, и сразу получить, потом сдать переходной экзамен уже по четверке, третий уровень управляющий профессионал, так что если не знаете про такое, имеете в виду, вот, ну а вот эти два модуля, да, они готовят соответствующим сертификациям уже по четверке, ну и дают такую очень прикладную информацию, собственно, как я и говорил, в течение ближайшего месяца оба эти курса будут, так что имейте в виду, имейте в виду, что они включены в комплексные программы подготовки, вот если посмотрите на сайте, если посмотрите на сайте, там вот сейчас специалисты сделали такие интересные штуки, схема метро, да, движение к таким крупным профессиональным вехам, да, вот, раз, вот, вот они, да, встроены в рамки профессиональной переподготовки, как раз меня коллеги просили озвучить, то в специалисте открыто вот это направление профессиональных консультаций по карьерному развитию, у специалиста бесплатное, ну, как бы понятно, у специалиста профиль учебный, а здесь как раз специальностей много, профстандарты в IT сейчас очень развиты, так что вот посмотрите, ну, и, собственно, самое основное, контакты, естественно, мы общаемся на курсах, информацию даем в наших соцсетях со мной, так что контактируем, Галина, СРЕ расшифруйте, что имеется, что аббревиатур столько, что конкретно имеется в виду, пожалуйста, коллеги, вопросы, вопросы, Галина, жду расшифровочки, какие еще есть вопросы, коллеги, пожалуйста, там, насчет, будет ли презентация в личном кабинете, не уверен, запись будет точна, запись будет точна, презентацию, если что, вот у меня, как раз, на сайте посмотреть, я выложу, а в личном кабинете специалиста там точно будет запись, ну, как я и говорил, там просто как из технической перекачки из сервиса GoToMeeting на сервис хостинга пройдет, вот, может даже завтра к утру появится, максимум в течение, максимум в течение недели, вот, Галина, нет, сайт Reliability Engineering, нет, 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 это все-таки тема ближе к архитектурной, это ближе к архитектурной, устойчивость сайтов, нет, это ближе к архитектурной, нет, здесь более-более все-таки такой управленческие вопросы DPI и коммуникативные DSV, я понимаю, я поэтому попросил расшифровать, Галина, да, но нет, нет, здесь тематика это не архитектурная, поэтому именно Reliability нет, здесь, здесь не будет. это скорее надо на PPO посмотреть, как раз вот на предыдущую версию, Planning Protection Optimization, вот, таким образом, хорошо, спасибо, спасибо, коллеги, еще вопросы, пожалуйста, Ну что, если сейчас тогда вопросов нет, тогда разрешите поблагодарить, что так в конце года, как всегда, когда все заняты, уделили время, так что надеюсь, через месяц или быстрее увидимся уже более подробно, ну и пока, естественно, всем удачно все-таки встретить Новый год и по возможности немножко перевести дух. Всем спасибо и тогда до встречи, да, всех с наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok